Владимир Ильич Ленин. Выборы в учредительное собрание и диктатура пролетариата. В сборнике социалистов-революционеров «Год русской революции. 1917-1918. Москва. 1918 год. Московское издательство «Земля и воля». Помещена замечательно интересная статья Светицкого. Итоги выборов во Всероссийское учредительное собрание. Предисловие. Автор дает цифры по 54 избирательным округам из общего числа 79. В состав обследования автора вошли почти все губернии Европейской России и Сибири. Не вошли из этого числа губернии Оланецкая, Эстлянская, Калужская, Бессарабская, Подольская, Оренбургская, Якутская и Донская. Мы приведем сначала основные итоги, опубликованные Светицким, а затем рассмотрим политические выводы, которые из этих данных вытекают. Часть первая. По 54 округам было подано всего в ноябре 1917 года 36 миллионов голосов. Распределение по партиям таково. Эсеры русские получили 16,5 миллионов голосов. А если присоединить эсеры в других наций, украинских, мусульманских и прочих, то 20,9 миллионов, то есть 58%. Меньшевики получили 700 тысяч голосов. А если прибавить сюда аналогичные группы народных социалистов – 300 тысяч, единства – 25 тысяч, кооператоров – 51 тысяча, украинских социал-демократов – 95 тысяч, украинских социалистов – 507 тысяч, немецких социалистов – 44 тысячи и финских социалистов – 14 тысяч, то получим итог – 1,7 миллиона. Большевики получили 9 миллионов голосов. Кадеты получили 1,8 миллиона голосов. Прибавляя к ним союз земельных собственников и землевладельцев – 215 тысяч, правые группы – 292 тысячи, старообрядцев – 73 тысячи, националистов – еврейских – 550 тысяч, мусульманских – 576 тысяч, башкиров – 195 тысяч, латышей – 67 тысяч, поляков – 155 тысяч, казаков – 79 тысяч, немцев – 130 тысяч, белорусов – 12 тысяч. Из списки разных групп и организаций – 418 тысяч. Получаем итог помещичьих и буржуазных партий – 4,6 миллиона. Известно, что эсеры и меньшевики шли в блоки в течение всего периода революции с февраля по октябрь 1917 года. Кроме того, все развитие событий и за это время и после него доказало определенно, что обе эти партии вместе представляют мелкобуржуазную демократию, которая также ошибочно мнит и называет себя социалистическую, как и все партии второго интернационала. Объединяя три основные группы партий на выборах в учредительное собрание, мы получаем такой итог. Партия пролетариата – большевики – 9 миллионов или 25 процентов. Партии мелкобуржуазной демократии – социалисты-революционеры, меньшевики и тому подобные – 22,6 миллиона или 62 процента. Партии помещиков и буржуазии – кадеты и тому подобные – 4,6 миллиона или 13 процентов. Всего примерно 36 миллионов или 100 процентов. Приведем теперь данные, которые Святицкий дает по областям. Ленин приводит данные Святицкого. Из этих данных видно, что большевики были во время выборов в учредительное собрание партии пролетариата, эсеры – партии крестьянства. В чисто крестьянских районах – Великорусских, Поволжско-Черноземный, Сибирь, Восточноуральский и Украинском – эсеры имели 62,77 процентов голосов. В промышленных центрах большевики имели преобладание над эсерами. Это преобладание преуменьшено в тех порайонных данных, которые привел Святицкий, ибо наиболее промышленные округа соединены у него с малопромышленными и вовсе непромышленными. По губернские данные, приводимые Святицким для партии эсеров, большевиков, кадетов и затем национальных и других групп, показывают, например, следующее. В Северной области преобладание большевиков кажется ничтожным – 40 процентов против 38. Но в этой области соединены непромышленные округа. Губернии Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская, где преобладали эсеры и промышленные. Петроград столичный – 45 процентов большевиков. По числу голосов – 16 процентов эсеров. Петроградская губерния – 50 процентов большевиков, 26 процентов эсеров. Лифлянская – 72 процента большевиков, 0 эсеров. Из губернии Центрально-промышленной области Московская дала – 56 процентов большевиков, 25 процентов эсеров. Московский столичный округ – 50 процентов большевиков, 8 процентов эсеров. Тверская губерния – 54 процента большевиков, 39 процентов эсеров. Владимирская 56% большевиков 32% эсеров Отметим мимоходом, как смешны перед лицом таких фактов речи о том Будто большевики имели и имеют за собой Меньшинство пролетариата А эти речи слышим мы и от меньшевиков 668 тысяч голосов А с добавлением за Кавказье еще 700-800 тысяч Против 9 миллионов у большевиков И от социал-предателей второго интернационала Часть 2 Как же могло произойти такое чудо, как победа большевиков Имевших одну четверть голосов над мелкобуржуазными демократами Шедшими в союзе, коалицией с буржуазией И вместе с ней владевшими тремя четвертями голосов Ибо отрицать факт победы теперь, после двух лет помощи Антанты Всемирно могущественной Антанты Всем противникам большевизма просто смешно В том-то и дело, что бешеная политическая ненависть Потерпевших поражения, в том числе всех сторонников Второго интернационала, не позволяет им даже поставить Серьезно интереснейший исторический и политический вопрос О причинах победы большевиков В том-то и дело, что чудо есть тут лишь с точки зрения Вульгарной мелкобуржуазной демократии Вся глубина невежества и предрассудка в каковой демократии Разоблачается этим вопросом и ответом на него С точки зрения классовой борьбы и социализма С этой точки зрения, покинутой вторым интернационалом Вопрос разрешается бесспорно Большевики победили, прежде всего потому, что имели За собой громадное большинство пролетариата А в нем самую сознательную, энергичную, революционную Часть, настоящий авангард этого передового класса Возьмем обе столицы, Петроград и Москву Всего голосов в учредительное собрание подано было в них 1,7 миллиона Из них получили эсеры 200 тысяч, большевики 800 тысяч, кадеты 500 тысяч Сколько бы мелкобуржуазные демократы, называющие себя социалистами И социал-демократами, Черновы, Мартовы, Каутские, Лонге, Макдональды и Ко Не разбивали себе лба перед богинями равенства Всеобщего голосования, демократии, чистой демократии Или последовательной демократии От этого не исчезнет экономический и политический факт неравенства города и деревни Это факт, неизбежный при капитализме вообще, при переходе от капитализма к коммунизму в частности Город не может быть равен деревне Деревня не может быть равна городу в исторических условиях этой эпохи Город неизбежно ведет за собой деревню Деревня неизбежно идет за городом Вопрос только в том, какой класс из городских классов сумеет вести за собой деревню Осилит эту задачу и какие формы это руководство города примет Большевики имели за собой в ноябре 1917 года гигантское большинство пролетариата Конкурирующая с ними среди пролетариата партия, партия меньшевиков Была разбита к этому времени на голову 9 миллионов голосов против 1,4 миллиона И притом разбита была эта партия в 15-летней борьбе 1903-1917 годы Которая закалила, просветила, организовала авангард пролетариата Выковав из него действительно революционный авангард И притом Первая революция 1905 года подготовила дальнейшее развитие Определила практические взаимоотношения обеих партий Сыграла роль генеральной репетиции по отношению к великим событиям 1917-1919 годов Мелкобуржуазные демократы, называющие себя социалистами второго интернационала Любят отделываться от серьезнейшего исторического вопроса сладенькими фразами о пользе единства пролетариата За этим сладеньким фразерством они забывают исторический факт накопления оппортунизма В рабочем движении 1871-1914 годов Забывают или не хотят подумать о причинах краха оппортунизма в августе 1914 года О причинах раскола международного социализма в 1914-1917 годах Бессерьезнейшей и всесторонней подготовки революционной части пролетариата К изгнанию и подавлению оппортунизма нелепо и думать о диктатуре пролетариата Этот урок русской революции надо бы зарубить на носу вождям независимой Германской социал-демократии, французского социализма и тому подобного Которые хотят теперь вывернуться посредством словесного признания диктатуры пролетариата Далее, большевики имели за собой не только большинство пролетариата Не только закаленный в долгой и упорной борьбе с оппортунизмом революционный авангард пролетариата Они имели, если позволительно употребить военный термин, могучий ударный кулак в столицах В решающий момент, в решающем пункте иметь подавляющий перевес сил Этот закон военных успехов есть также закон политического успеха Особенно в той ожесточенной, кипучей войне классов, которая называется революцией Столицы или вообще крупнейшие торгово-промышленные центры У нас в России эти понятия совпадали, но они не всегда совпадают В значительной степени решают политическую судьбу народа Разумеется, при условии поддержки центров, достаточными местными, деревенскими силами Хотя бы это была ненемедленная поддержка В обеих столицах, в обоих главнейших для России торгово-промышленных центрах Большевики имели подавляющий, решающий перевес сил Мы имели здесь почти вчетверо больше, чем эсеры Мы имели здесь больше, чем эсеры и кадеты вместе взятые Наши противники, кроме того, были раздроблены Ибо коалиция кадетов с эсерами и меньшевиками Меньшевики имели и в Петрограде, и в Москве всего по 3% голосов Была до последней степени скомпрометирована среди трудящихся масс Ни о каком действительном единстве эсеров и меньшевиков с кадетами Против нас не могло быть и речи в тот момент Интересно отметить обнаруживаемое и вышеприведенными данными Единство и сплоченность партии пролетариата При громадной раздробленности партии мелкой буржуазии и партии буржуазии Как известно, в ноябре 1917 года даже вожди эсеров и меньшевиков Во сто раз более близкие к идее блока с кадетами, чем эсеровские И меньшевистские рабочие и крестьяне даже эти вожди думали и торговались с нами Насчет коалиции с большевиками без кадетов Столицы мы завоевывали в октябре-ноябре 1917 года Наверняка имея подавляющий перевес сил и самую солидную политическую подготовку Как в смысле собирания, сосредоточения, обучения, испытания, закала большевистских армий Так и в смысле разложения, обессиления, разъединения, деморализации армии неприятеля А имея возможность наверняка быстрым решающим ударом завоевать обе столицы Оба центра всей капиталистической машины государства Как в экономическом, так и в политическом отношении Мы, несмотря на бешеное сопротивление бюрократии и интеллигенции, саботаж и так далее Могли при помощи центрального аппарата государственной власти доказать делами Трудящимся непролетарским массам, что пролетариат – единственный надежный союзник, друг и руководитель их Часть третья Но прежде чем переходить к этому самому важному вопросу Вопросу об отношении пролетариата к непролетарским трудящимся массам Следует еще остановиться на армии Армия во время империалистской войны вобрала в себя весь цвет народных сил И если оппортунистическая сволочь второго интернационала Не только социал-шовинисты, то есть прямо перешедшие на сторону Защиты Отечества, Шейдеманы, Иринаделли, но и центровики Своими словами и своими делами укрепляло подчинение армии Руководству империалистских разбойников Как немецкой, так и англо-французской группы То настоящие пролетарские революционеры Никогда не забывали слов Маркса, сказанных в 1870 году Буржуазия научит пролетариат владеть оружием О защите Отечества в империалистской, то есть с обеих сторон грабительской войне Могли говорить только австро-немецкие и англо-франко-русские предатели социализма А пролетарские революционеры все внимание направляли Начиная с августа 1914 года на революционизирование армии На использование ее против империалистских разбойников буржуазии На превращение несправедливой и грабительской войны Между двумя группами империалистских хищников В справедливую и законную войну пролетариев И угнетенных трудящихся масс Каждой страны против своей национальной буржуазии Предатели социализма не подготовили за 1914-1917 годы Использование армии против империалистских правительств каждой нации Большевики подготовили это всей своей пропагандой Агитацией, нелегально-организационной работой С августа 1914 года Конечно, предатели социализма Шейдеманы и Каутские всех наций Отделывались по этому поводу Фразами о разложении армии большевистской агитацией Но мы гордимся тем, что исполнили свой долг Разлагая силы нашего классового врага Отвоевывая у него вооруженные массы рабочих и крестьян Для борьбы против эксплуататоров Результаты нашей работы Сказались, между прочим, и на том голосовании По выборам в учредительное собрание В ноябре 1917 года В котором голосовании участвовала в России и армия Вот главные результаты этого голосования Как их приводит Светицкий Ленин приводит данные Светицкого по фронтам Северный, Западный, Юго-Западный, Румынский, Кавказский И по флотам Балтийский и Черноморский Итог За эсеров 1,9 миллиона голосов За большевиков 1,7 миллиона А если добавить к последним 120 тысяч Приблизительно от Балтийского флота То получаем за большевиков 1,8 миллиона голосов Следовательно, большевики получили немногим менее, чем эсеры Армия была, следовательно, уже к октябрю-ноябрю 1917 года На половину большевистской Без этого мы не могли бы победить Но, имея почти половину голосов в армии вообще Мы имели подавляющий перевес на фронтах Ближайших к столицам И вообще расположенных нечрезмерно далеко Если вычесть Кавказский фронт То у большевиков, в общем, получается перевес над эсерами А если взять Северный и Западный фронты То у большевиков получается свыше 1 миллиона голосов Против 420 тысяч у эсеров Следовательно, в армии Большевики тоже имели уже к ноябрю 1917 года Политический ударный кулак Который обеспечивал им подавляющий перевес сил В решающем пункте, в решающий момент Ни о каком сопротивлении со стороны армии Против Октябрьской революции пролетариата Против завоевания политической власти пролетариатам Не могло быть и речи Когда на Северном и Западном фронтах У большевиков был гигантский перевес А на остальных фронтах, удаленных от центра Большевики имели время и возможность Отвоевать крестьян у эсеровской партии О чем пойдет речь ниже Часть четвертая Мы изучили на основании данных о выборах В учредительное собрание Три условия победы большевизма Первое – подавляющее большинство среди пролетариата Второе – почти половина в армии Третье – подавляющий перевес сил В решающий момент в решающих пунктах Именно в столицах и на фронтах армии Близких к центру Но эти условия могли бы дать лишь Самую кратковременную и непрочную победу Если бы большевики не могли привлечь На свою сторону большинство непролетарских Трудящихся масс Отвоевать их себе у эсеров И прочих мелкобуржуазных партий Главное – именно в этом И главный источник непонимания Диктатуры пролетариата Со стороны социалистов Читай – мелкобуржуазных демократов Второго интернационала состоит в непонимании Име того, что государственная власть В руках одного класса – пролетариата Может и должна стать орудием привлечения На сторону пролетариата Непролетарских трудящихся масс Орудием отвоевания этих масс У буржуазии и у мелкобуржуазных партий Полные мелкобуржуазных предрассудков Забывшие самое главное в учении Маркса О государстве Господа социалисты Второго интернационала Смотрят на государственную власть Как на какую-то святыню Идол Или равнодействующую формальных голосований Абсолют последовательной демократии И как там еще подобная ерунда называется Они не видят в государственной власти Просто орудия, которым разные классы Могут и должны пользоваться И уметь пользоваться В своих классовых целях Буржуазия пользовалась государственной властью Как орудием класса капиталистов Против пролетариата Против всех трудящихся Так было при самых демократических Буржуазных республиках Только изменники марксизма Забыли это Пролетариат должен Собрав достаточно сильные Политические и военные Ударные кулаки Низвергнуть буржуазию Отнять у нее государственную власть Чтобы это орудие Пустить в ход ради своих классовых целей А каковы классовые цели пролетариата Подавление сопротивления буржуазии Нейтрализация крестьянства А по возможности привлечения его Во всяком случае Большинства его трудящиеся Не эксплуататорской части На свою сторону Организация крупного машинного производства На экспроприированных у буржуазии Фабриках И средствах производства вообще Организация социализма На развалинах капитализма Господа-оппортунисты В том числе и каутскиянцы Учат народ В издевку над учением Маркса Пролетариат должен сначала Завоевать большинство Посредством всеобщего Избирательного права Потом получить На основании такого голосования Большинства Государственную власть И затем уже На этой основе Последовательной Иные говорят Чистой Демократии Организовать Социализм А мы говорим На основании учения Маркса И опыта русской революции Пролетариат должен сначала Низвергнуть буржуазию И завоевать себе Государственную власть А потом Эту государственную власть То есть Диктатуру пролетариата Использовать как орудие Своего класса В целях приобретения Сочувствия Большинства трудящихся Каким образом Государственная власть В руках пролетариата Может стать орудием Его классовой борьбы За влияние На непролетарские Трудящиеся массы За привлечение Их на сторону Пролетариата За оторвание Отвоевание Их от буржуазии Во-первых Пролетариат Достигает этого Тем Что пускает в ход Не старый аппарат Государственной власти А ломает его В дребезги Не оставляет в нем Камня на камне Вопреки воплем Запуганных мещан И угрозам Саботажников И создает новый Государственный аппарат Этот новый Государственный аппарат Приспособлен К диктатуре Пролетариата И к его борьбе Против буржуазии За непролетарские Трудящиеся массы Этот новый аппарат Не выдуман Кем-либо А вырастает Из классовой Борьбы Пролетариата Из ее распространения Вширь И вглубь Этот новый аппарат Государственной власти Новый тип Государственной власти Есть Советская власть Российский Пролетариат Завоевав Государственную власть Немедленно Через Несколько часов Объявил Старый Государственный аппарат Веками приспособляемый Как показал Маркс К служению Классовым интересам Буржуазии Хотя бы при самой Демократической республике Распущенном И передал Всю власть Советам А в Советы Допускались Только трудящиеся И эксплуатируемые При исключении Всех И всяческих Эксплуататоров Таким путем Сразу Одним ударом Немедленно После завоевания Государственной власти Пролетариатам Пролетариат Отвоевывает У буржуазии Громадную массу Ее сторонников Из мелкобуржуазных И социалистических Партий Ибо Эта масса Трудящиеся И эксплуатируемые Которых буржуазия В том числе Ее подпевалы Черновы Каутские Мартовы И Ко Обманывала И которые Получив Советскую власть Получают Впервые Орудия Массовой борьбы За свои интересы Против буржуазии Во-вторых Пролетариат Может и Должен Сразу Или во всяком случае Очень быстро Отвоевать У буржуазии И у мелкобуржуазной Демократии Их массы То есть Массы Шедшие за ними Отвоевать Отвоевать Посредством Революционного Удовлетворения Их наиболее Насущных Экономических Нужд Ценой Экспроприации Помещиков И буржуазии Буржуазия Этого Сделать Не может Хотя бы Она обладала Какой угодно Могучей Государственной Властью Пролетариат На другой же День После завоевания Им Государственной Власти Это сделать Может Ибо он имеет Для этого И аппарат Советы И экономические Средства Экспроприация Помещиков И буржуазии Именно так Российский Пролетариат Отвоевал У эсеров Крестьянство И отвоевал Буквально Через несколько Часов После завоевания Пролетариатом Государственной Власти Ибо Через несколько Часов После победы Над буржуазией В Петрограде Победивший Пролетариат Издал Декрет О земле О в этом Декрете Целиком И сразу С революционной Быстротой Энергией И беззаветностью Осуществил Все насущнейшие Экономические Нужды Большинства Крестьян Экспроприировал Полностью И без выкупа Помещиков Чтобы доказать Крестьянам Что пролетарии Хотят Не майоризировать Их Не командовать Ими А помогать им И быть Друзьями Их Победившие Большевики Ни слова Своего Не вставили В декрет Программу Но ограничивать Или обусловливать Это завоевание Приобретением Большинства Голосов На выборах При господстве Буржуазии Есть непроходимое Скудаумие Или простое Надувательство Рабочих Чтобы завоевать Чтобы завоевать Буржуазии Воспитание Воспитание Не может Не может быть Не может быть Той родственности Близости Связи Между положением Пролетариата И положением Непролетарских Трудящихся масс Которые Родственность Близость Связь Необходимы Для влияния Пролетариата На эти массы Для успеха Его воздействия На них Часть пятая Пойдем дальше Пролетариат Может завоевать Государственную власть Осуществить Советский строй Удовлетворить Экономическое Большинство Трудящихся Насчет Эксплуататоров Достаточно Ли этого Для полной И окончательной Победы Нет Только Иллюзия Мелкобуржуазных Демократов Социалистов И Социал-демократов Как их Главных Современных Представителей Может Воображать Что при капитализме Трудящиеся Массы В состоянии Приобрести Столь высокую Сознательность Твердость Характера Проницательность И широкий Политический Кругозор Чтобы иметь Возможность Одним голосованием Решить Или вообще Как бы то ни было Наперед решить Без долгого Опыта борьбы Что они идут За таким-то Классом Или за такой-то Партией Это Иллюзия Это Слащавая Побосенка Педантов И слащавых Социалистов Типа Каутских Лонге Макдональдов Примечание Побосенка Надувания Рабочих И крестьян Отупления Их И так далее Поэтому Вывести Трудящихся Из капитализма К коммунизму Способен Только Пролетариат О решении Наперед Со стороны Мелкобуржуазной Или Полумелкобуржуазной Массы Трудящихся Сложнейшего Политического Вопроса Быть вместе С рабочим Классом Или с Буржуазией Нечего И думать Неизбежны Колебания Непролетарских Трудящихся Слоев Неизбежных Собственный Практический Опыт Позволяющий Сравнить Руководство Буржуазии И руководство Пролетариата Вот это Обстоятельства И упускают Постоянно Из виду Поклонники Последовательной Демократии Воображающие Что серьезнейшие Политические Вопросы Могут быть Решены Голосованиями На деле Эти вопросы Если они Остры И обострены Борьбой Решает Гражданская Война А в этой Войне Гигантское Значение Имеет опыт Непролетарских Трудящихся Масс Крестьян В первую Голову Опыт Сравнения Сопоставления Ими Власти Пролетариата С властью Буржуазии Выборы В учредительное Собрание В России В ноябре 1917 Года Сопоставленные С двухлетней Гражданской Войной 1917 1919 Годов Чрезвычайно Поучительны В этом отношении Посмотрите Какие районы Оказались Наименее Большевистскими Во-первых Восточно-Уральский И Сибирский 12% И 10% Голосов За большевиков Во-вторых Украина 10% Голосов За большевиков Из остальных Районов Наименьший Процент Голосов За большевиков Дает Крестьянский Район Великороссии Поволжско-Черноземный Но в нем За большевиков Подано 16% Голосов И вот Именно в тех Районах Где процент Большевистских Голосов В ноябре 1917 Года Был Наименьший Мы наблюдаем Наибольший Успех Контрреволюционных Движений Восстаний Организации Сил Контрреволюции Именно в этих Районах Держалась Месяцы И месяцы Власть Колчака И Деникина Колебания Мелкобуржуазного Населения Там Где меньше Всего Влияния Пролетариата Обнаружились В этих Районах С особенной Яркостью Сначала За большевиков Когда они Дали землю И демобилизованные Солдаты Принесли Весть о мире Потом Против Большевиков Когда они В интересах Интернационального Развития Революции И сохранения Ее очага В России Пошли на Брестский мир Оскорбив Самые Глубокие Мелкобуржуазные Чувства Патриотические Диктатура Пролетариата Не понравилась Крестьянам Особенно Там Где больше Всего Излишков Хлеба Когда Большевики Показали Что будут Строго И властно Добиваться Передачи Этих Излишков Государству По твердым Ценам Крестьянство Урала Сибири Украины Поворачивает Колчаку И Деникину Далее Опыт Колчаковской И Деникинской Демократии О которой Любой Газетчик В Колчакии И Деникии Кричал В каждом Номере Белогвардейских Газет Показал Крестьянам Что фразы О демократии И обучредиловке Служат На деле Лишь прикрытием Диктатуры Помещика И капиталиста Начинается Новый поворот К большевизму Разрастаются Крестьянские Восстания В тылу У Колчака И у Деникина Красные войска Встречаются Крестьянами Как освободители В последнем Счете Именно эти Колебания Крестьянства Как главного Представителя Мелкобуржуазной Массы Трудящихся Решали Судьбу Советской Власти И власти Колчака Деникина Но до этого Последнего Счета Проходил Довольно Продолжительный Период Тяжелой Борьбы И мучительных Испытаний Которые Не закончены В России В течение Двух лет Не закончены Как раз В Сибири И на Украине И нельзя Ручаться Что они будут Окончательно Закончены Еще скажем В течение Года И тому подобное Сторонники Последовательной Демократии Не вдумывались В значение Этого Исторического Факта Они Рисовали И рисуют Себе Детскую Сказочку Будто Пролетариат При капитализме Может Убедить Большинство Трудящихся И прочно Завоевать их На свою сторону Голосованиями А действительность Показывает Что лишь В долгой И жестокой Борьбе Тяжелый опыт Колеблющейся Мелкой Буржуазии Приводят Ее После сравнения Диктатуры Пролетариата С диктатурой Капиталистов К выводу Что первое Лучше Последней Теоретически Все социалисты Учившиеся Марксизму И желающие Учитывать опыт Политической истории Передовых Стран В течение Девятнадцатого Века Признают Неизбежность Колебаний Мелкой Буржуазии Между Пролетариатом И классом Капиталистов Экономические Корни Этих Колебаний С очевидностью Вскрываются Экономической Наукой Истины Которой Миллионы Раз повторялись В газетах Листках Брошюрах Социалистов Второго Интернационала Но применить Эти истины К своеобразной Эпохе Диктатуры Пролетариата Люди Не умеют Мелкобуржуазно-демократические Предрассудки И иллюзии Насчет Равенства Классов Насчет Последовательных Или чистой Демократии Насчет Решения Великих Исторических Вопросов Голосованиями И тому подобного Они ставят На место Классовой Борьбы Не хотят Понять Что завоевавший Государственную Власть Пролетариат Не прекращает Этим Свою Классовую Борьбу А продолжает Ее в иной Форме Иными Средствами Диктатура Пролетариата Есть Классовая Борьба Пролетариата При помощи Такого Орудия Как Государственная Власть Классовая Борьба Одной из задач Которой Является Демонстрирование На долгом Опыте На долгом Ряде Практических Примеров Демонстрирование Непролетарским Трудящимся Слоям Что им Выгоднее Быть За диктатуру Пролетариата Чем за диктатуру Буржуазии И что Ничего Третьего Быть Не может Данные О выборах В учредительное Собрание В ноябре 1917 Года Дают нам Основной Фон Той Картины Которую Показывает В течение Двух лет После этого Развитие Гражданской Войны Основные Силы В этой Войне С ясностью Видны уже На выборах В учредительное Собрание Видна роль Ударного Кулака Пролетарской Армии Видна роль Колеблющегося Крестьянства Видна роль Буржуазии Кадеты Пишет в своей Статье Светицкий Имели Наибольший Успех В тех же Областях Где и Большевики В Северной И Центрально Промышленной Естественно Что в наиболее Развитых Капиталистических Центрах Всего слабее Были промежуточные Элементы Стоящие Посредине Между Пролетариатом И Буржуазией Естественно Что в этих Центрах Всего резче Была классовая Борьба Именно здесь Были главные Силы Буржуазии Именно здесь Только здесь Пролетариат Мог разбить Буржуазию И только Пролетариат Мог разбить Ее на голову И только Разбив Ее на голову Пролетариат Мог завоевать Окончательно Используя Такое Орудие Как государственная Власть Сочувствие И поддержку Мелкобуржуазных Слоев Населения Данные О выборах В учредительное Собрание Если уметь Ими пользоваться Уметь их читать Показывают Нам еще И еще Раз Основные Истины Марксистского Учения О классовой Борьбе Между Прочем Эти данные Показывают Так же роль И значение Национального Вопроса Возьмите Украину Пишущего Эти строки Некоторые Товарищи На последних Совещаниях По украинскому Вопросу Обвиняли В чрезмерном Выпячивании Национального Вопроса На Украине Данные О выборах В учредительное Собрание Показывают Что еще В ноябре 1917 На Украине Получили Большинство Украинские Эсеры И социалисты 3,4 Миллиона Голосов Плюс Полмиллиона Или 3,9 Миллиона Против 1,9 Миллиона За русских Эсеров При Общем Числе Голосов На всей Украине 7,6 Миллионов На Юго-Западном И Румынском Фронтах В армии Украинские Социалисты Получили 30% И 34% Всех Голосов При 40% И 59% За русских Эсеров При таком Положении Дела Игнорировать Значение Национального Вопроса На Украине Чем очень Часто Грешат Великороссы И Пожалуй Немногим Менее часто Чем великороссы Грешат Этим Евреи Значит Совершать Глубокую И опасную Ошибку Не может быть Случайностью Разделение Русских И украинских Эсеров На Украине Еще в 1917 году И Как Интернационалисты Мы обязаны Во-первых Особенно Энергично Бороться Против Остатков Иногда Бессознательных Великорусского Империализма И шовинизма У русских Коммунистов Во-вторых Мы обязаны Именно В национальном Вопросе Как сравнительно Маловажном Для интернационалиста Вопрос о границах Государств Вопрос второстепенный Если не Десятистепенный Идти на уступки Важны Другие Вопросы Важны Основные Интересы Пролетарской Диктатуры Важны Интересы Единства И дисциплины Борющиеся С Деникиным Красной Армией Важна Руководящая Роль Пролетариата По отношению К крестьянству Гораздо Менее Важен Вопрос Будет ли Украина Отдельным Государством Или нет Нас Нисколько Не может Удивить И не должна Пугать Даже такая Перспектива Что украинские Рабочие И крестьяне Перепробуют Различные Системы И в течение Скажем Нескольких Лет Испытают На практике И слияние С РСФСР И отделение От нее В особую Самостийную УССР И разные Формы Их тесного Союза И так далее И тому подобное Пытаться Наперед Раз навсегда Твердо И бесповоротно Решить этот вопрос Было бы Узостью Понимания Или просто Тупоумием Ибо Колебания Непролетарских Трудящихся Масс По такому Вопросу Вполне Естественны Даже Неизбежны Но вовсе Для пролетариата Не страшны Действительно Умеющий Быть Интернационалистом Представитель Пролетариата Обязан Относиться К таким Колебаниям С величайшей Осторожностью И терпимостью Обязан Предоставить Самим Непролетарским Трудящимся Массам И сжить Эти колебания На собственном Опыте Нетерпимы И беспощадны Непримиримы И непреклонны Мы должны Быть По другим Более Коренным Вопросом Отчасти Уже Указанным Мною Выше Часть Шестая Сопоставление Выборов В учредительное Собрание В ноябре 1917 Года И развитие Пролетарской Революции В России С октября 1917 Года По декабрь 1919 Дает возможность Сделать Выводы Относящиеся К буржуазному Парламентаризму И пролетарской Революции Всякой Капиталистической Страны Попытаемся Изложить Вкратце Или хотя бы Наметить Главные Из этих Выводов Первое Всеобщее Избирательное Право Является Показателем Зрелости Понимания Своих Задач Разными Классами Оно Показывает Как склонны Решать Свои Задачи Разные Классы Самое Решение Этих Задач Дается Не голосованием А всеми Формами Классовой Борьбы Вплоть До Гражданской Войны Второе Социалисты И социал-демократы Второго Интернационала Стоят на Точке зрения Вульгарной Мелкобуржуазной Демократии Разделяя Ее предрассудок Будто Голосование Способно Решить Коренные Вопросы Борьбы Классов Третье Участие В буржуазном Парламентаризме Необходимо Для партии Революционного Пролетариата Ради Просвещения Масс Достигаемого Выборами И борьбой Партии В парламенте Но ограничивать Борьбу Классов Борьбой Внутри Парламента Или считать Эту последнюю Высшей Решающей Подчиняющей Себе Остальные Формы Борьбы Значит Переходить Фактически На сторону Буржуазии Против Пролетариата Четвертое Такой Переход На сторону Буржуазии Совершают Фактически Все представители И сторонники Второго Интернационала И все Вожди Германской Так называемой Независимой Социал-демократии Когда они Признавая На словах Диктатуру Пролетариата На деле В своей пропаганде Внушают ему Ту мысль Что он должен Сначала Добиться Формального Выражения Воли Большинства Населения При капитализме То есть Большинства Голосов В буржуазном Парламенте Для имеющего Наступить Затем Перехода Политической Власти К пролетариату Все Исходящие Из этой Посылки Вопли Германских Независимых Социал-демократов И тому Подобных Вождей Гнилого Социализма Против Диктатуры Меньшинства И тому Подобное Означают Лишь Непонимание Этими Вождями Фактически Господствующий Даже в наиболее Демократических Республиках Диктатуры Буржуазии И непонимание Условий Ее разрушения Классовой Борьбой Пролетариата Пятое Это непонимание Состоит В особенности В следующем Забывают Что буржуазные Партии Господствуют В громадной Степени Благодаря Обману Ими Масс Населения Благодаря Гнета Капитала К чему Присоединяется Еще Самообман Насчет Сущности Капитализма Самообман Более всего Характерный Для мелкобуржуазных Партий Которые Обычно Хотят Заменить Классовую Борьбу Более Или Менее Прикрытыми Формами Примирения Классов Пускай Сначала При сохранении Частной Собственности То есть При сохранении Власти Гнета Капитала Большинство Населения Выскажется За партию Пролетариата Только Тогда Она Может И Должна Взять Власть Так Говорят Мелкобуржуазные Демократы Фактические Слуги Буржуазии Называющие Себя Социалистами Пускай Сначала Революционный Пролетариат Низвергнет Буржуазию Сломит Гнет Капитала Разобьет Буржуазный Государственный Аппарат Тогда Пролетариат Одержавший Победу Сможет Быстро Привлечь На свою Сторону Сочувствие И поддержку Большинства Трудящихся Непролетарских Масс Удовлетворяя Их Насчет Эксплуататоров Говорим Мы Обратное Будет В истории Редким Исключением Да и При таком Исключении Буржуазия Может Прибегнуть Гражданской Войне Как показал Пример Финляндии Шестое Или Иными словами Сначала Дадим Обязательство Признавать Принцип Равенства Или Последовательной Демократии При сохранении Частной Собственности И иго Капитала То есть Фактического Неравенства При формальном Равенстве И будем Добиваться Решения Большинства На этой Основе Так Говорит Буржуазия И ее Подпевалы Мелкобуржуазные Демократы Называющие Себя Социалистами И Социал-демократами Сначала Классовая Борьба Пролетариата Разрушает Завоевывая Государственную Власть Устои И основы Фактического Неравенства А затем Победивший Эксплуататоров Пролетариат Ведет За собой Все Трудящиеся Массы К уничтожению Классов То есть К тому Единственно Социалистическому Равенству Которое Не является Обманом Говорим мы Седьмое Во всех Капиталистических Странах Наряду С пролетариатом Или с той Частью Пролетариата Которая Сознала Свои Революционные Задачи И способна Бороться За их Осуществление Имеются Многочисленные Несознательно Пролетарские Полупролетарские Полумелкобуржуазные Слои Трудящихся Масс Которые Идут За буржуазией И за буржуазной Демократией В том числе За социалистами Второго Интернационала Будучи Обманутой Ею Не веря В свои силы Или в силы Пролетариата Не сознавая Возможности Получить Удовлетворение Своих Насущнейших Нужд За счет Экспроприации Эксплуататоров Эти слои Трудящихся И эксплуатируемых Дают Авангарду Пролетариата Союзников С которыми Он имеет Прочное Большинство Населения Но завоевать Этих Союзников Пролетариат Может лишь При помощи Такого орудия Как Государственная Власть То есть Лишь После Низвержения Буржуазии И разрушения Ее Государственного Аппарата Восьмое Сила Пролетариата В любой Капиталистической Стране Несравненно Больше Чем доля Пролетариата В общей Сумме Населения Это потому Что Пролетариат Экономически Господствует Над центром И нервом Всей Хозяйственной Системы Капитализма А также Потому что Пролетариат Экономически И политически Выражает Действительные Интересы Громадного Большинства Трудящихся При капитализме Поэтому Пролетариат Даже когда Он составляет Меньшинство Населения Или когда Сознательный И действительно Революционный Авангард Пролетариата Составляет Меньшинство Населения Способен И низвергнуть Буржуазию И привлечь Затем На свою сторону Многих Союзников Из такой Массы Полупролетариев И мелких Буржуа Которая Никогда Заранее За господство Пролетариата Не выскажется Условий И задач Этого Господства Не поймет А только Из дальнейшего Своего опыта Убедится В неизбежности Правильности Закономерности Пролетарской Диктатуры Девятое Наконец В каждой Капиталистической Стране Есть всегда Очень широкие Слои Мелкой Буржуазии Неизбежно Колеблющиеся Между капиталом И трудом Пролетариат Для своей Победы Должен Во-первых Правильно Выбрать Момент Решающего Нападения На буржуазию Учитывая Между прочим Разъединение Буржуазии С ее Мелкобуржуазными Союзниками Или непрочность Их союза И так далее Пролетариат Во-вторых Должен После своей Победы Использовать Эти колебания Мелкой Буржуазии Так Чтобы Нейтрализовать Помешать Ей Встать На сторону Эксплуататоров Уметь Продержаться Известное Время Вопреки Ее Шатаниям И так далее И тому подобное Десятое Одним Из необходимых Условий Подготовки Пролетариата К его Победе Является Длительная И упорная Беспощадная Борьба Против Оппортунизма Реформизма Социал-шовинизма И тому подобных Буржуазных Влияний И течений Которые Неизбежны Поскольку пролетариат Действует В капиталистической Обстановке Без такой борьбы Без предварительной Полной победы Над оппортунизмом В рабочем Движении Не может быть И речи О диктатуре Пролетариата Большевизм Не победил бы Буржуазию В 1917 1919 Годах Если бы он Не научился Предварительно В 1903 1917 Годах Побеждать И беспощадно Изгонять Из партии Пролетарского Авангарда Меньшевиков То есть Оппортунистов Реформистов Социал-шовинистов И опаснейшим Самообманом А иногда Простым Надувательством Рабочих Являются Теперь словесные Признания Диктатуры Пролетариата Вождями Немецких Независимых Или французскими Лангетистами И тому подобным Которые На деле Продолжают Старую Привычную Политику Уступок И уступочек Оппортунизму Примирение С ним Раболепство Пред предрассудками Буржуазной Демократии Последовательной Демократии Или чистой Демократии Как они говорят Буржуазного Парламентаризма И так далее 16 декабря 1919 Года Напечатано В декабре 1919 Года В журнале Коммунистический Интернационал Подпись Н. Ленин Примечание Антанта От французского Антонт Соглашение Согласие Военно-политический Блок России Великобритании И Франции Создан в качестве Противовеса Тройственному Союзу Германии Австро-Венгрии И Италии Сложился в основном В 1904-1907 годах И завершил Размежевание Великих Держав Накануне Первой Мировой Войны Независимая Социал-демократическая Партия Германии Образовалась В апреле 1917 Года На базе Левого крыла Германской Социал-демократии В результате Раскола Социал-демократической Партии Германии По вопросу Поддержки Политики Гражданского Мира Во главе Новой Партии Стали Гуга Гаазе И Карл Каутский В октябре 1920 Года На съезде Независимой Социал-демократической Партии В Галле Произошел Раскол Значительная Часть ее В декабре 1920 Года Объединилась С Коммунистической Партией Германии Правые элементы Образовали Отдельную Партию И приняли Старое Название Независимая Социал-демократическая Партия Германии Партия Просуществовала До 1922 Года Эти вожди Думали И торговались С нами Насчет Коалиции С большевиками Без кадетов Имеются В виду Переговоры О составе Правительства Которые Велись Большевиками С Викжелем Всероссийским Исполнительным Комитетом Союза Железнодорожников В октябре Ноябре 1917 Года Викжель В котором Руководящую роль Играли Меньшевики Эсеры После победы Октябрьского Вооруженного Восстания В Петрограде Явился Одним из Оплотов Контрреволюции Прикрываясь Заявлениями О своей Нейтральности И призывами Прекратить Гражданскую Войну Викжель Препятствовал Отправке Революционных Отрядов Из Петрограда В Москву Где продолжалась Вооруженная Борьба За установление Советской Власти И угрожал Приостановкой Железнодорожного Движения Центризм Течение Возникшее Внутри Социал-демократических Партий Второго Интернационала До Первой Мировой Войны 1914-1918 Годов Ленин Говорил Что центризм Гораздо Опаснее Вреднее Для рабочего Движения Чем Открытый Оппортунизм Он Определял Центризм Как Социальный Продукт Противоречий Второго Интернационала Соединение Верности Марксизму На словах И подчинение Оппортунизму На деле Одним из главных Теоретиков Центризма Был Каутский Маркс Буржуазия Научит Пролетариат Владеть Оружием Слова Маркса Из его письма Кугельману От 13 декабря 1870 года Старый Государственный Аппарат Веками Приспособляемый Как показал Маркс К служению Классовым Интересам Буржуазии Хотя бы При самой Демократической Республике Карл Маркс 18-я брюмера Луи Бонапарта И Гражданская Война Во Франции Говоря О крестьянских Наказах Опубликованных В СРовской Газете Ленин имеет в виду статью «Примерный наказ», составленный на основании 242 наказов, доставленных с мест депутатами на Первый Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов в Петрограде в 1917 году, напечатанную в известиях Всероссийского совета крестьянских депутатов в августе 1917 года. Этой статье Ленин тогда же посвятил свою работу из дневника публициста «Крестьяне и рабочие». Брестский мир Мирный договор между Советской Россией и державами Четвертого Союза Германия Австро-Венгрия Болгария Турция подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовске Условия мира были крайне тяжелыми для Советской России Согласно договору под контроль Германии и Австро-Венгрии должны были отойти Польша почти вся Прибалтика часть Белоруссии Украина отделялась от Советской России и превращалась в зависимое от Германии государство К Турции отходили города Карс Батум и Ордоган В августе 1918 года Германия навязала Советской России дополнительный договор и финансовое соглашение в которых выдвигались новые грабительские требования Брестский договор дал Советскому государству мирную передышку позволил демобилизовать старую разлагающуюся армию и создать новую Красную Армию развернуть социалистическое строительство и накопить силы для грядущей борьбы против внутренней контрреволюции и иностранных интервентов после Ноябрьской революции 1918 года в Германии свергнувший монархический режим в ЦИК 13 ноября аннулировал грабительский Брестский договор Буржуазия может прибегнуть гражданской войне как показал пример Финляндии Имеется ввиду подавление финской буржуазией пролетарской революции в Финляндии начавшаяся в середине января 1918 года в южных промышленных районах страны В январе финская Красная Гвардия заняла столицу Финляндии Гельсингфорс Буржуазное реакционное правительство Свинхувуда было свергнуто Власть перешла в руки рабочих создавших революционное правительство Совет народных уполномоченных в которое вошли Кусинен Сиролла Тайми и другие 1 марта 1918 в Петрограде был подписан договор между Финляндской социалистической рабочей республикой и РСФСР основанный на принципах полного равноправия и уважения суверенитета обеих сторон договор был первым в истории договором между двумя социалистическими странами однако пролетарская революция победила только в городах и сельских местностях юга Финляндии правительство Свинху Вуда укрепившись на севере страны обратилось за помощью германскому кайзеровскому правительству в результате вмешательства германских вооруженных сил революция в Финляндии после ожесточенной гражданской войны в мае 1918 года была подавлена Лонгетисты сторонники меньшинства французской социалистической партии возглавляемого Жаном Лонге во время Первой мировой войны 1914 1918 годов лонгетисты занимали центристскую позицию проводили соглашательскую политику по отношению к социал-шовинистам они отвергали революционную борьбу и стояли на позициях защиты отечества в империалистической войне Ленин называл лонгетистов мелкобуржуазными националистами после победы Октябрьской социалистической революции лонгетисты на словах объявили себя сторонниками диктатуры пролетариата а на деле оставались ее врагами диктатуры отечества 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 отечества